Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по обвинению вора в законе Сергея Волкова. Следственным управлением МВД России по Тверской области окончено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Твери, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, занятие высшего положения в преступной иерархии. В ходе предварительного расследования установлено, что в октябре 1994 года на собрании лидеров преступного мира в результате проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, обвиняемый был признан вором в законе, то есть лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии согласно действующим криминальным правилам и нормам. С момента занятия высшего положения в преступной иерархии обвиняемый выполнял ряд функций, принятых в криминальной среде, таких как сбор денежных средств, разрешение споров и конфликтов между криминальными лицами, создание благоприятных условий для граждан, содержащихся в местах лишения свободы, назначал лиц на нижестоящий уровень преступной иерархии, влиял на систему неформальных взаимоотношений, складывающихся в криминальной среде. Оперативными сотрудниками по местам регистрации жительства обвиняемого были проведены обыски, обнаружены и изъяты средства связи, предметы с символикой, подтверждающей его криминальный статус. В настоящее время расследование завершено. Следовательно следственного управления УМВД России и Патерской области собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности мужчины и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, инкриминируемого фигуранту, предусматривает наказание в виде решения свободы на срок от 8 до 15 лет. Компания «Альдаир» профессионально установит системы пожаротушения и контроля доступа, окажет качественные услуги по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Наш телефон 300-020. Позаботьтесь о своей безопасности заранее. Продолжение следует...